МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала СВОЁТВ продолжает программа ОКО Государева, правовой проект региона. О том, как защитить свои права и как бороться с нарушителями, рассказываем все, как есть на самом деле. Меня зовут Герман Кудеяров. Здравствуйте. Одним из важнейших направлений деятельности органов прокуратуры является участие в судебном процессе. И одно из направлений – арбитражные дела. Какие полномочия предоставлены прокурорам для участия в арбитражном процессе и насколько эффективны судебные иски? Об этом и не только поговорим сегодня в программе. Но сперва о последних новостях прокуратуры края. Мужчина отправится в исправительную колонию на 8 лет за покушение на убийство знакомого. Судом установлено, что в августе текущего года на одной из улиц города Светлограда после совместного распития спиртных напитков между подсудимым и его знакомым произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник нанес потерпевшему один удар ножом в шею. Преступный умысел подсудимого не был доведен до конца ввиду своевременного оказания потерпевшему квалифицированной медицинской помощи. Суд назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Прокурор направил в суд уголовное дело в отношении жителей региона за управление автомобилем в состоянии опьянения. По версии дознания, в мае 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, сел за руль транспортного средства и передвигался на нем по автомобильным дорогам Левокумского муниципального округа. После чего был остановлен сотрудниками ГИБДД и направлен на медицинское освидетельствование, от прохождения которого он отказался. Ранее злоумышленник был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Женщина проведет 9 лет в исправительной колонии за убийство знакомого. Судом установлено, что в июне текущего года подсудимая, находясь в гостях у своего знакомого, распивала с ним спиртные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла ножом удары в живот потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил подсудимое наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Напоминаю, что вы можете задать свой вопрос сотрудникам прокуратуры Ставропольского края. Спрашивали? Отвечаем в нашей рубрике. Здравствуйте, меня зовут Нина Маркиниди, и мы продолжаем отвечать на вопросы наших телезрителей. Допускаются ли обязательные денежные сборы с родителей в образовательном учреждении? Антикоррупционная политика школы представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности школы. Установление и взымание с родителей законных представителей обучающихся образовательных организаций платы за образовательные услуги в пределах соответствующего Федерального государственного образовательного стандарта, образовательные услуги и иные мероприятия, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета Российской Федерации, прямо противоречит законодательству Российской Федерации. Согласно положениям Федерального закона о благотворительной деятельности и благотворительных организациях, родители, законные представители учащихся образовательных организаций, вправе индивидуально или объединившись, осуществлять пожертвования общеобразовательной организации, в том числе вносить благотворительные взносы исключительно на добровольной основе. Установление обязательных денежных взносов, сборов и иных форм материальной помощи в процессе обучения в образовательном учреждении не допускается. А я прощаюсь с вами. Увидимся вновь в эфире программы в следующий четверг. Оставляйте свои вопросы на электронную почту, которую вы видите на своем экране. До свидания. У вас есть проблема? Жалуйтесь. До результата всего два шага. Напишите нам в редакцию о том, что вас волнует. Ваши заявки принимаем в любой мессенджер по номеру телефона 8 928 350 8070 с пометкой ОК Государева. А также обращайтесь и в прокуратуру по месту жительства. Это обязательно, чтобы ваше обращение было зарегистрировано. Ну а мы проследим его путь и поможем решить вашу проблему. Субтитры подогнал «Симон» Мы возвращаемся в студию. Сегодня в программе ОК Государева говорим о новых полномочиях прокурора в арбитражном процессе. И у нас в гостях прокурор отдела по обеспечению участия прокурора в гражданском и арбитражном процессах прокуратуры Ставропольского края. Сидрак Тумасян. Сидрак, здравствуйте. Здравствуйте. Сидрак Тумасян. Прокурор отдела по обеспечению участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе. Окончил Северокавказский государственный технический университет. С 2012 по 2023 годы состоял в должностях помощника прокурора города Невиномыска, прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел юстиции, ФКСН МЧС управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры края, а также старшего помощника прокурора Грачевского района. Нынешнюю должность занимает с 2023 года. Поощрялся прокурором Ставропольского края. Сидрак, ну для начала расскажите нам, собственно, что за изменения, чего они коснулись. В полночь прокурора по участию в арбитражном процессе, закрепленной в статье 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прокурор вправе обратиться в суд с заявлениями об оспаривании нормативного и ненормативного правового акта в экономической сфере, о признании недействительной, ничтожной сделки, совершенной органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, в уставном капитале которых имеется доля государства, а также о применении последствий недействительности сделок, совершенных указанными лицами. Да, Сидрак, ну расскажите нам о роли прокурора в арбитражном процессе. Одним из важнейших направлений деятельности органов прокуратуры является участие в судебных заседаниях. Помимо широко известной роли прокурора как государственного обвинителя по уголовным делам, прокурор также участвует в рассмотрении гражданских, арбитражных и административных дел. Перед прокурорами, участвующими в арбитражном процессе, поставлены задачи защищать нарушенные права и законные интересы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности, а также права и законные интересы лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, обеспечивать законность судебного разбирательства, реальное восстановление нарушенных прав и законных интересов участников от экономических отношений. Ну и собственно говоря, расскажите, что за изменения? Полномочия прокурора по участию в арбитражном процессе закреплены в статье 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании нормативного и ненормативного правового акта в экономической сфере. Обратиться также в суд с заявлениями о признании недействительной ничтожной сделки, совершенной органами государственной власти, органами местного самоуправления и юридическими лицами, в уставном капитале которых имеется доля государства. А также о признании последствий недействительности таких сделок, совершенных данными лицами. Об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения, о признании незаконными действиями бездействия должностных лиц и органов государственной власти и местного самоуправления в предпринимательской сфере. Прокурорам предоставлены новые полномочия по обращению в суд с исками об оспаривании сделок в сфере государственного оборонного заказа и закупок для государственных нужд. Кроме того, если... Это со спецоперацией связано, правильно? В том числе. Кроме того, если раньше перечень дел, по которым прокурор вступал в процесс для дачи заключения, был строго ограничен, то теперь прокурор вправе вступить в дела, рассматривая арбитражным судом, при рассмотрении заявлений о приведении в исполнение решений суда иностранного государства, о выдаче исполнительного документа на решение третейского суда, о несостоятельности банкротстве, затрагивающих жилищные права граждан. Самое главное нововведение, теперь прокурор вправе принимать участие в рассмотрении судами дел, по которым имеются основания полагать, что судебный спор инициирован в целях уклонения от исполнения обязанностей процедур, предусмотренных законодательством, о противодействии легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, о противодействии терроризму, налоговым законодательством и иным специально предусмотренным законодательством. И возник из мнимой сделки, совершенной в указанных целях. То есть фактически, таким образом, прокурор вправе принимать участие в рассмотрении судами дел, по которым имеются основания полагать, что какие-либо активы участников споров пытаются вывести из соответствующих споров, связанных с органами государственной власти. К примеру, налоговыми спорами. Но вот из вашей практики, когда прокурору удавалось восстановить нарушенные права граждан и как вообще этот процесс происходит? Можно привести много примеров эффективного отстаивания прокурорам интересов государства в арбитражных судах. Например, как я уже только что рассказал, активная реализация полномочия прокурора по вступлению в рассматриваю арбитражным судом процессы. Прокуратура края вступила в 55 таких дел. Итогом рассмотрения таких дел с участием прокуроров стало недопущение вывода земель площадью более 70 гектаров, а также пресечение уклонения от налоговых процедур на сумму около 140 миллионов рублей. Судами также удовлетворялись требования прокуроров о признании недействительными договоров аренды земельных участков, в том числе таких договоров аренды земельных участков, которые предоставлялись под объект недвижимого имущества. Однако площадь земельного участка по таким договорам значительно превышала размер недвижимого имущества, под площадь которого предоставлялась данная часть земельного участка. Сидор, а вот что касается уже защиты граждан, все-таки есть люди, которые, ну, почему-то по каким-либо причинам не совсем доверяют прокурорам, как и нам, журналистам. И вот вопрос все-таки, да, почему прокурорам все-таки доверяют не на 100% и как вы защищаете граждан? Ну, на самом деле, в отличие от многих органов системы государства, нам как раз-таки больше всего доверяют. Потому что граждане, как бы это ни странно было, в первую очередь обращаются в органы прокуратуры, где получают соответствующее разъяснение, каким образом им защитить свои права. Что касается именно нашей деятельности в сфере защиты прав и законных интересов граждан в судебном порядке, Хотелось бы обратить внимание на то, что прокуроры при обеспечении своего участия в гражданском, арбитражном, административном процессе, также активно защищают права как неопределенного круга лиц на благо предоставляемых гражданам. Например, жители дома. Да. Либо вообще в целом жители улицы, жители населенного пункта. Мы же не можем посчитать по головам, сколько человек по той или иной дороге проезжает, сколько человек пользуется теми или иными благами, в том числе инфраструктуры. Так и отдельного гражданина. Но по определенным категориям. То есть мы выступаем в защиту прав и интересов граждан по защите их социальных прав, таких как трудовые, пенсионные, жилищные права. Так и защищаем право каждого гражданина, если он в силу состояния здоровья, возраста, по иным уважительным причинам не может самостоятельно защищать свои права. Даже если прокурор сам не может обратиться по тем или иным причинам в защиту прав и законных интересов гражданина, прокуроры всегда разъясняют гражданам порядок защиты своих прав. При необходимости также готовят проекты соответствующих документов, в том числе исковых заявлений и прочих заявлений в суд, которые граждане вправе использовать как образец для самостоятельной защиты своих прав. Сидрак, спасибо вам большое. У меня все. Спасибо. На этом наш эфир подходит к концу. Еще раз вам напоминаем, что вы можете написать нам о своей проблеме с пометкой «Ока Государева» на мессенджере редакции. Номер вы видите на экране. А также не забывайте одновременно и обращаться в прокуратуру по месту жительства, чтобы ваше обращение зарегистрировали. Мы отследим его путь и поможем решить вашу проблему. Вы смотрели программу «Ока Государева», совместный проект телеканала «Своё ТВ» и прокуратуры Ставропольского края. Меня зовут Герман Кудеяров. Увидимся через неделю. Смотрите нас каждый четверг в 10.15. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok